В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Екатерина Борисова. Здравствуйте и в начале выпуска коротко об основных событиях. Валерий Венц и встретился на бизнес-ланче с членами торгово-промышленной палаты. Городской округ находится в пятерке лучших московской области. Это наше совместное достижение. В Витнам зафиксирован случай заболевания корью. В основном болеют дети, которые у нас непривитые. Также характерно и для взрослых, которые утрачивают иммунитет. Международный конкурс музыкантов и исполнителей Примавера прошел в детской школе искусств поселка Развилка. На днях состоялась встреча членов торгово-промышленной палаты Ленинского городского округа с главой муниципалитета Валерием Венцелем. Подобные бизнес-ланчи стали уже традиционными. В рамках мероприятия члены правления общественной организации приняли в свои ряды новых участников. Чем еще запомнилась встреча с бизнесом, расскажет Юлия Погасен. Около трех лет в Ленинском городском округе существует отделение торгово-промышленной палаты Московской области. За эти годы число участников общественной организации возросло до 40 человек, которые регулярно организуют и проводят различные массовые мероприятия, создают проекты. Один из последних – бизнес-инкубатор для школьников. Мы учим детей бизнесу и предпринимательству. Правда, сейчас это экспериментальный проект вместе с управлением образования. Он проходит в трех школах нашего округа, но в следующем году, я надеюсь, мы возьмем за правило и добавим это в учебный процесс. Бизнес-климат в округе заметно улучшился. Проблем у предпринимателей с каждым днем становится меньше. Отлажено взаимодействие бизнеса и власти. Регулярно проходят встречи в формате вопрос-ответ. По инвестиционной привлекательности, по климату инвестиционному городской округ находится в пятерке лучших Московской области. Это наше совместное достижение. И потому такую работу мы будем и дальше продолжать. Почему? Потому что мы заявили очень важный такой лозунг. Мы вначале должны собраться внутри, определить правила игры на этой территории. А потом те, кто к нам будет заходить, мы им должны пояснять, как мы здесь работаем, а самое главное – для чего. Еще один результат слаженной работы членов торгово-промышленной палаты – открытие приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей, где во внесудебном порядке осуществляется восстановление прав юридических лиц при нарушениях со стороны государственных органов самоуправления. Открытие данной приемной на базе торгово-промышленной палаты – это достаточно серьезный плюс. И получение дополнительных возможностей предпринимателей, их защиты прав предпринимателей. Потому что с точки зрения органов власти самоуправления, бывают моменты, когда нужно отстаивать интересы предпринимателей. И этим должен заниматься уполномоченный. Встречу посетил президент торгово-промышленной палаты Московской области Игорь Куимов, который отметил важность взаимодействия бизнеса и власти. В отношении предпринимательства, к экономическому климату в округе у вас находится на том самом должном уровне, который требует губернатор, который ожидает губернатора от своих руководителей муниципалитетов. И вот здесь я вас поздравляю, уважаемые предприниматели. Вы сегодня имеете очень хорошую поддержку в лице администрации, в лице главы. В рамках мероприятия члены правления общественной организации приняли в свои ряды 8 новых участников. Одним из них стала руководитель сети салонов красоты Светлана Федотова. Торгово-промышленная палата – это очень сильная организация. Мы хотим быть частью ее. Я считаю, что это хорошая площадка для взаимодействия предпринимателей и власти. Проблемы есть всегда и везде. И люди очень часто о них молчат, стесняются сказать, не имеют такой возможности, думают, что их не услышат. Поэтому я думаю, что это будет проще сделать внутри ДПП. В завершении встречи глава Ленинского района вручил членам торгово-промышленной палаты почетные медали к 90-летию района и Московской области. Юлия Погосян, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. С наступлением первых холодов экипажи ГИБДД фиксируют увеличение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. В свою очередь сотрудники пожарной службы отмечают большое количество возгораний, связанных с использованием отопительных приборов. Чтобы обратить внимание учащихся на эти проблемы, в школах муниципалитета проходят уроки безопасности. Их проводят представители администрации городского округа совместно с сотрудниками госавтоинспекции и пожарного управления МЧС. Основными причинами происшествий на дорогах являются переход пешеходами улиц в неустановленном месте, неожиданное их появление на проезжей части и недостаточная видимость на автотрассах. Многие еще участники дорожного движения не перешли на зимний период времени, пока еще не поменяли зимнюю резину. Поэтому нам с вами точно так же нужно готовиться к зимнему периоду. Подобные уроки проходят в виде интерактивных лекций, где детям наглядно демонстрируются способы избежать попадания в экстремальную ситуацию. После сотрудника ГИБДД перед ребятами выступает представитель пожарной службы. Обогреватели вы пользуетесь? Нет! Вот, вы видите, то есть кто-то пользуется, кто-то нет. Поэтому нужно в любом случае, то есть пользуйтесь, не пользуйтесь. Элементарные правила, которые есть пожарной безопасности, их надо соблюдать. Такие уроки безопасности проводятся 10-12 раз в месяц в различных школах и дошкольных образовательных учреждениях муниципалитета. Также одна из целей подобных мероприятий – профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. Проводятся у нас мероприятия среди младшей возрастной группы. Были приобретены ростовые куклы, которые пользуются огромной популярностью среди детишек. Также у нас проходят рейды по вопросам правонарушений несовершеннолетних. Все выступающие отметили, что ученики Видновского художественно-технического лицея, где проводился один из уроков безопасности, неплохо знают, как обезопасить себя на проезжей части и какие правила необходимо соблюдать, чтобы не допустить пожара. В Видном зафиксирован случай заболевания корью. Инфекция была обнаружена у одной из первоклассниц школы номер 2. Немедленно здесь были приняты все необходимые меры, чтобы обезопасить других учеников. На данный момент им ничего не угрожает. Подробности узнала Юлия Пагасьян. Все началось в середине октября, когда одна из учениц второй школы города Видное заболела корью – острым инфекционным вирусным заболеванием, особенностью которого является высокий уровень заразности. Первоклассницу тут же изолировали от остальных учеников. По словам директора учебного заведения Татьяны Самохиной, вирус девочка привезла после поездки в Челябинск, где она была на каникулах. Вместе с первоклассницей по домам на время карантина отправили еще семь непривитых ребят. Остальные 1700 учеников продолжают получать знания в стенах школы. Врачи рекомендуют самый верный способ уберечь своего ребенка от кори – вовремя его привить. Если же вы этого не сделали, то при первых подозрениях на заболевание необходимо сразу же обратиться к педиатру. Самолечение может привести к печальным последствиям. Признаки кори – температура выше 38 градусов, воспаление слизистых оболочек рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивит, пятнистая сыпь, которая начинается с лица и распространяется по всему телу. В основном болеют дети, которые у нас непривитые, также характерны и для взрослых, которые утрачивают иммунитет. То есть иммунитет сохраняется где-то до 15-16 лет, то есть он утрачивается к этому возрасту и может оказаться в группе риска. Кори остается одной из самых значимых причин детской смертности в развивающихся странах. Поэтому так важно – вовремя прививать малышей. Корни терпит самолечение. Запущенные формы могут привести к пневмонии, бронхиту, поражению головного мозга, летальному исходу. Опасно это заболевание и для взрослых. Если вы не помните, прививали ли вас родители или переболели вы ею в детстве, обратитесь к своему терапевту. Детишки прививаются в 12 месяцев, затем идет ревакцинация к школе, то есть это в 6-7 лет. И дальше уже можно ревакцинацию проводить взрослым. Взрослым человеку нужно обратиться к терапевту, то есть посмотреть напряженность иммунитета. Таким образом врач выяснит, привиты вы или нет. При необходимости назначит вакцинацию. А непривитые ученики второй школы, где и произошел случай заболевания корью, вернутся в сены своего учебного учреждения 8 ноября. Юлия Погасян, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. ВиднетВ. Уже 20 лет как этой организации не существует, но память о ней живет в сердцах бывших комсомольцев. 29 октября в нашей стране отметили 101-ю годовщину рождения комсомола. Не стал исключением и Ленинский городской округ. Подробности в нашем следующем сюжете. 29 октября в России отмечают день рождения комсомола. В этом году ему исполнился 101 год. По этому поводу во всех, без исключения населенных пунктах нашей огромной родины, проходят встречи и памятные мероприятия, где бывшие комсомольцы вспоминают время, когда каждый мальчишка и девчонка мечтали о том, чтобы их приняли в эту организацию. В нашем муниципалитете такие встречи традиционно проходят каждый год в сквере «Юность». Память живет, и самое главное, живут дела, которые делали комсомольцы на просторах Великой Родины, Советского Союза. Дорогие друзья, я очень рад, что несмотря ни на какую погоду, ни на какое состояние здоровья, вы поддерживаете те славные традиции, которые хранили и несут комсомольцы Ленинского района. Александр Воскобойников в 70-х был первым секретарем райкома комсомола на газоперерабатывающем заводе. Он уверен, основная задача молодежной ячейки – воспитание истинных патриотов. И работать в этом направлении очень важно и сейчас. Везде собираются ветераны комсомола, чтобы еще раз подчеркнуть важность работы с молодежью, важность внимания к ней, заботы о ней, потому что без молодежи не будет будущего. Собравшиеся почтили память комсомольцев, победивших фашизм и отстраивавших разрушенную войной страну. Минуты молчания. А потом возложили цветы к обелиску в центре сквера «Юность». Затем гости отправились на торжественную часть в историко-культурный центр. Валерий Венцель поблагодарил бывших комсомольцев за их труд на благо муниципалитета. Это замечательная традиция. Повод в очередной раз сказать вам большое спасибо, вывозить слова и благодарности за ваше неравнодушие, поблагодарить за то, что вы щедро делитесь своим опытом. Особо отличившимся комсомольцам вручили юбилейные медали и грамоты. Среди награжденных оказалась и наша коллега, ныне пенсионерка, а еще совсем недавно корреспондент «Видное ТВ» Людмила Медведева. Комсомол ее приняли в восьмом классе. В Расторгуевской школе, там принимал участие в художественной самодеятельности, а потом в Доме культуры Московского коксогазового завода. И нашему коллективу была оказана честь ЦК ВЛКСМ. По направлению ЦК ВЛКСМ мы ездили со своим спектаклем на целину. Был комсомольцем и глава городского поселения «Видное» Моисей Шамаилов. В армии я был заместителем секретаря комсомольской организации, потом в институте. То есть все, что было связано положительно, это так или иначе связано с тем, что ты, как комсомолец, обязан был выполнять все то, что положено, и быть примером. За время своего существования комсомол внес большой вклад в социально-экономическое развитие страны. Многим юношам и девушкам дал путевку в жизнь, научил любить родину и уважать великое прошлое своей страны. Его имя навсегда увековечили в названиях населенных пунктов и улиц нашего муниципалитета. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, «Видное» ТВ. Впервые международный конкурс музыкантов и исполнителей Примавера прошел в ДШИ поселка Развилка. Юные таланты продемонстрировали свое мастерство на разных народных инструментах. Балалайки, гитаре, дом при гуслях, баяне и аккордеоне. На творческом фестивале побывала наша съемочная группа. Анастасия Воронина расскажет подробнее. Международный конкурс музыкантов и исполнителей Примавера уже третий год подряд организовывает творческий центр «Мирис». И традиционно этот фестиваль проходит на разных площадках. В этот раз миссия гостеприимства выпала детской школе искусств поселка Развилка. За два конкурсных дня более ста участников продемонстрировали свое мастерство игры на народных инструментах. Это огромный стимул для детей двигаться дальше. Это огромная мотивация для преподавателей быть все время в таком, в общем-то, настоящем творческом тонусе. Это общение, потому что преподаватели ходят, слушают, они знакомятся, они видят, как работают другие преподаватели, другие школы, другие города. То есть это просто творческий обмен опыта. Конкурсантов разделили на несколько возрастных и учебных групп. Для каждого музыкального инструмента было несколько отдельных номинаций. Жюри оценивало игру на баяне, аккордеоне, балалайке, гитаре, домбре и гуслях. На что же мы вообще в первую очередь обращали внимание на детей? Конечно, на не только творческий рост, но само собой, на музыкальность, на исполнение штрихов, на исполнение ритмических рисунков, гармонических стилей. А для Марии Беляевой главный в музыканте – это его полное погружение в исполняемое произведение, эмоциональная отдача и любовь к тому, чем он занимается. Для нас всегда, конечно, очень показательно, если ребенок показывает свое отношение к музыке, к инструменту, когда он садится и доносит не только текст, но и показывает… Показывает… Ну, это всегда, в общем, видно, что ему нравится играть или не нравится, или его заставляют. Мне кажется, это самый главный критерий. На сцене детской школы искусств выступили не только солисты и дуэты, но и разновозрастные ансамбли, которые поразили жюри своей виртуозностью и слаженностью. А баянисты из города Реутов удивили своим музыкально-танцевальным номером. Юные таланты приехали из разных городов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Воронежский ансамбль «Коробейники», участники которого играют на народном инструменте «Домбри», за 30 лет своего существования посетил много фестивалей по всему миру. А вот в конкурсе «Примавера» принял участие впервые. Несмотря на свой большой опыт выступлений на различных сценах с разнообразной музыкальной программой, артисты серьезно отнеслись к подготовке и выбору репертуара. Ну, музыка, она не позволяет вообще-то делать перерывы никаких. Как кушать? Я вот говорю, кушать. Вот надо каждый день кушать. Попробуйте не поесть месяц, два, лета вот. Уйти на три месяца и не заниматься. И что получится. Вот. Поэтому надо заниматься постоянно. Нет предела совершенства. Конечно, все время нам всегда есть, что сказать друг другу. На «Домбри», наверное, сложнее всего – это отработать технику, постановку рук. Вот. Мы занимаемся именно отдельно много там… В районе двух-трех часов. А с ансамблем еще больше, потому что все равно надо слушать друг друга. Надо каждого дополнять, каждого проверить и потом все это соединять в общую картину. Кирилл Картвилишвили, родившийся в семье гитаристов, занимается музыкой уже много лет. Выбирая инструмент, долго не думал, ведь любовь к гитаре ему привили еще в детстве. Кирилл признался, что перед выходом на сцену всегда испытывает волнение. Большую ответственность перед педагогами и мамой. Музыка для него – это часть его жизни. Я собираюсь идти в музучилище на гитару и собираюсь заниматься звукорежиссуем. В завершении конкурсного прослушивания после вручения участникам заслуженных наград лучшие из лучших выступили на торжественном галоконцерте. Видя таких красивых, молодых, родносторонне развитых детишек, я спокоен за будущее страны, потому что это же наше будущее. С каждым годом уровень конкурса «Примавера» становится выше, и это не может не радовать. Организаторы Международного музыкального фестиваля пообещали, что это высоко поднятое ими планка не станет ниже. Уже в следующем 2020 году они снова всех удивят новыми талантами и интересными номинациями. Анастасия Воронина, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова